С вами рубрика разбор полетов и сегодня мы посмотрим несколько хороших каток в которых игроки допустили довольно важные такие ошибки да которые несмотря на нагиб там и все дела привели в конце к сливу но начнем из более простого примера это m11 hellfire который решил в одиночку переехать вот на эту сторону карты и в общем-то казалось бы ну что такого да все сейчас туда переезжают все сразу сюда едут но во первых ты на картоне а не на убт во вторых тебе уже постучались сзади и в третьих ну как вы видите да команда да не особо торопится переезжать на эту половину поэтому здесь эта позиция максимально опасная чем помимо того что союзники не давят да это значит скорее всего противники на той стороне где-нибудь рядом может быть поджались и как только вы выезжаете и подсвечивает подсвечиваетесь вот здесь где-нибудь да на какой-нибудь на вот этой горочке вас начинает лететь вот прямо как здесь а вам начинает лететь откуда ну во первых первая позиция да это вот откуда как раз и стреляли там примерно из города выехали на холмики стоят и вторая стопроцентная позиция с которой всегда прилетает это как раз таки вот этот балкон туда почти всегда приезжает противоположная команда и зацеливает это место поэтому здесь всегда нужно быть аккуратным но если вы уже сюда приехали и поняли что все плохо да и вас начинают целить просто максимально быстро откидываете дымы и переезжаете вот за этот мост вот на ту сторону моста там по крайней мере вы хотя бы будете уже вне прострела следующий бой у нас будет на qn 506 и начинается он довольно хорошо по принципу далеко сижу далеко гляжу шикарная позиция просто масса вооружения до который можно попеременно пользоваться так вот начало боя самого начала боя игрок откидывает то налево то направо то там то там прикрывает союзников отбивается одно одном направлении начинают давить с другого направления отбивает с этого направления и в общем примерно вот таким макаром накидывает там уже больше 8000 урона и все это дело приходит к самому интересному к развязочки да к счету 3-3 из противников остается меркава 4м мгм 166 и кентавр а вот союзников уже осталось один всего союзник да это пл к которая катается в городе противники где-то рядом и наверное это не самая удачная позиция куда надо было выезжать она очень открыто и простреливаемая со всех сторон и тут начинается самое веселье выезжает мгм и самое интересное да летит кентавр кентавр на ходу не особо то видимо пытался попадать или не попадал что прилетает но нурсы делают свои вещи нурсами отправляет кентавра тут выезжает мгм включает автопу нет нурсы те же нурсы автопушка короче все в куче лишь бы быстрее добирать добирают мгм и тут появляется меркава прям рядом с союзником на пл и тут вроде бы вас двое он один и это просто без проблем можно растащить но игрок делает такую ошибку нашу наверно вошел в кураж да и он летит помогать он шутный он летит помогать пл ки меркава это едет отвлекается как раз на пл к вроде бы да хорошо можно сейчас покидать в борт что он собственно и делает но тут он его останавливает на реплей не подсвечивается но меркава его видит и вместо того чтобы сейчас откинуть дымы и дать возможность пл ки в это время заехать в борт а пл к показывала что она на перезарядке поэтому там стоял тупила нужно было просто подождать пока союзник перезарядиться и все и потом одновременно с двух сторон разбирать меркаву но поторопился слишком рано выехал зачем-то еще и подставился да можно было откидывать дымы или проехать вперед за дом чтобы быть не в простреле и дождаться союзника и тогда все было бы по-другому в общем в таких ситуациях обязательно играйте вместе на пару союзником обращайте на то внимание где он что он делает и естественно если вы шутный никогда не подставляйтесь до конца ждите то в этой возможности когда вы сможете безопасно помочь союзнику тем более пл к была фуловой ну а я думаю действие пл ки комментировать и надо это просто слив в одну калитку он зачем-то отмерка вы пятится хотя упалки есть барабан и единственное что нужно было сделать это закрутить эту самую меркаву и разрядить ей барабан все следующая катка на одном из моих любимых танков это мт лб и катка реально складывалась все хорошо было да все было четенько но буквально одна ошибка лишила практически всей прочности вторая ошибка была уже последней в общем поперестреливавшись немного на острове он решает переехать в город который союзники начинают проигрывать он заезжает с воды и тут же нарывается на леопарда которого начинает крутить но он не совсем наверно понимал где он находится до в этой позиции вот те вот дальние полочки они обычно усеяны всякими и тэшками и л тэшками и поэтому там нельзя было ну никак подставляться до леопарда было как-то добить но лучше бы он просто уходил в правую сторону за дом и уже откидывал бы спокойно этому леопарду пусть даже в лоб он все равно в лоб бы его забрал а так получается до ворвался неплохо леопарда забрал но и потерял практически все хп далее шикарный просто заезд на меркаву там добивает и заодно магаха и в городе остается два танка это девяностик и абрамс он правильно решает объехать их сзади союзники как раз на себя их отвлекают выезжает и получается вот такая картина с правой стороны возле домов абрамс и девяностик с левой стороны которого судя по всему игрок не замечает к сожалению и здесь было на самом деле два варианта либо ехать правее прям и абрамса объезжать вокруг дома в борт ему выезжать хотя скорее всего абрамс его уже заметил и наверное самый лучший вариант было бы проехать чуть чуть ближе к этому дому чтобы абрамс не простреливал забрать в корму спокойно девяностика ну а там уже разводить абрамса вместе с союзниками но он просто врывается прям в лоб на абрамса причем сам же ломает машинку он видит что абрамс его целит но абрамс его забирает естественно без шансов хотя может быть он думал рассчитывал на то что он быстро ракету какую-нибудь шальную даст абрамсу и заберет его но все-таки когда такой счет шаткий и команда чуть по чуть сливается да и ты шотный надо быть максимально аккуратным он мог бы ворваться и без каких-либо потерь со стороны союзников и ну и собственно и своей собственной смерти до без это без этого лишнего жертвования убить двух противников и потом еще помочь своей команде но получается вот такой врыв и союзники потихоньку начинают тоже таять в общем но это уже другая история на этом у меня все учитесь не только на своих ошибках но и напишите в комментариях а как вам этот выпуск разборов полета ставьте лайки подписывайтесь на канал увидимся в следующем видео всем пока пока